вот оно сооружение мельница ли что это было уже не помню прикольно так напряглись а хвостом биляет а это малыш какой-то ты малыш вот так замка висит прикольно нехило подпрыгнуть вообще-то не помню где-то подъем вроде как здесь а ну да вот она тропинка пошла все идем домой классно так ребятки все сковородка остыла и помыла поставила на разогревать гречку промыла ограчок у меня нарезанный теперь нужно порезать лук и морковь лук просто кубиком какой-то белый такой твердый сегодня с луком не везет как-то просто кубиком можно даже покрупнее я люблю покрупнее готовится очень быстро очень просто ребята раз два и ужин готов и здесь же сюда мы ничего отдельно жарить не будем лук прям вместе с морковкой морковку я предпочитаю смотрите на сначала вот так вот на пластиночки нарезаю можно потолще потоньше ну кто как любит мне нравится и мы вообще морковку добавляем везде мы любим морковку кроме лены лена не любит морковку не лук не любит лена вообще переборчивая конечно ничего вырастет тоже поймешь и морковка это классно нарезаем нарезаем получаются такие вот знаю как полосочки брусочки соломка во соломка все осталось подождать пока разогреется сковородка больше ничего так сейчас я вам чтоб сковородочку было как-то чуть чуть видно вот так вот типа смотрите так как окорочок он принципе жирный можно масло не доливать но я буквально чуть-чуть немножечко добавлю масло и курицу управляем на сковородку именно курицу сразу и обжариваем до слегка золотистого цвета сильно прям ее зажаривать не надо мы ее будем больше типа тушить да вместе с гречкой и обжариваем красота так обжаривать курицу добавляйте вы сюда вместе и лук и морковь так красота все это теперь перемешиваем вот почему наливала мало масла можно вообще не наливать потому что если окорочок он сам жирный сам по себе он выделяет свой жир свое масло перемешиваем обжариваем еще минут пять уже пахнет так пока обжаривается я сейчас добавляю ну специи подготовлю которые не нужны специи для курицы естественно потому что есть курица я сейчас прям смешаю поставлю вот кстати буду на макароны добавляю для курицы так что еще вот это вот 12 овощей приправка так по чуть-чуть по чуть-чуть ну куриное чуть-чуть вот это совсем немножко немножко так фабрика молодая копченая так что еще у меня есть картофель курица ну зеленая травка майоран тоже пойдет да и все наверное для рыбы нам не надо все немножко так специи чтобы тоже не переусердствовать так посмотрим что у нас тут нормалек нормалек убавляю огонь прям минимальный добавляю сюда гречку она уже прям промыта и уже прям просохла так наливаю воду то есть у меня был один стакан гречки я добавляю два стакана воды один и второй если есть бульон можно воду заменить бульоном допустим куриным все два стакана о есть так специи я добавила дальше посолить нужно посолить можно даже лавровый листочек добавить перемешаем разочек и все ребята накрываем крышкой на медленном огне минут 20 и все это готово получится я вам покажу оно просто обалденное вполне обалденный классный ужин крышкой надо накрыть крышкой вот она крышка все накрываем и минут 20 мы даже не подходим мы забываем так ребятки смотрите я у себя нашла вот такие вот ингредиенты у меня есть яйца я их отварила у меня есть морковка у меня есть чуть-чуть картошки она уже была отварена у меня вот есть такой небольшой правда кусочек колбасы и часть огурца можно использовать лучок но я еще репчатый добавлю и будет какой-то салат ну заправлять я его буду майонезом колбаски совсем немного но сколько есть я ее же помельче порежу у меня есть еще колбаса но копченая хотя есть эти самые еще сосиски но они такие мелкие кроха который называется ну сейчас посмотрю сколько выйдет колбасы так еще планирую сварить борщ но я не знаю сегодня или уже завтра буду варить его уже завтра буреон готов там кусочек свининки у меня варился чтоб борщ не пустой хотя да мы обычно ну постный борщ готовим ну что-то детям решила я в прошлый раз кстати им варила с мясом и нормально они так съели оно не жирное прям кусочек свинины не жирный без сала такое и в прошлый раз нормально они его ели ничего не сказали значит можно готовить с мясом ну куда целая морозилка мяса надо шибу как-то готовить я говорю блин у меня полный холодильник продуктов и я с утра встаю открываю его и думаю блин что готовить прикиньте бывает же такое так ну да мало колбаски может копченое добавить что оно будет не знаю даже что это будет мало мало ладно сейчас сделаю салат а потом решу картошечку боже Лена рисует рисует она я не знаю так прикол в том что у Лины проблема у нее у нее закончилась бумага бумага специальная которая для для гуашек или для красок акварельная вот бумага прикиньте надо ее наверное в интернете заказать а эти ж магазины закрыты бумага или бумажные магазины закрыты блин а им же домашку задают по художке а бумаги нет вчера у нее был последний она ему вроде использовала уже понятно домашние рисунки она там рисует в своих блокнотах просто обычные листы а4 кстати их тоже на которых я распечатываю этот вопрос ответ у меня их тоже мало может наверное точно заказать в интернет магазине как раз ей специально а у нее бумага а3 такая побольше можно заказать и ей до себя а4 взять еще потому что мне удобно вопрос ответ распечатывать именно на принтере тем более принтер есть а дольше будет если я просто их буду выписывать вручную конечно пока я их все пропишу короче не знаю а сейчас наверное поднимутся скорее всего продажи в интернет магазинах мне так кажется так картошечка пошла сюда морковка ну что-то у меня кстати большая морковка какая-то морковочка яркая красивая полезная хотя морковка больше всего полезная именно в сыром виде в отварном тоже ничего повсюю режу морковку а куда я ее и дену отварную завтра ну вот не знаю вероятно сегодня наверное завтра буду варить я же сварила борщ по причине того буду его сейчас частенько варить потому что у меня капусты много капусты много надо ее израсходовать сварю борщ а потом на днях еще надо будет потушить опять капусту мама в холодильнике вот в холодильник переложила я же говорю век живи век учись я всегда вообще я всегда капусту и насчет того что она у меня позеленела я всегда капусту храню в холодильнике и нормально она так долго хранится замечательно а это из-за того что я много купила ну сколько у меня там три или четыре больших головки получилось капусты в холодильник конечно не власть и я ее на балкон приткнула вот она позеленела я как-то до этого с этим из-за того что много никогда не покупала я не сталкивалась с этим прикиньте короче капусту надо съедать так теперь огурец сюда бы хорошо соленые огуречки я вообще люблю такой салат ну да что-то типа оливье да поняли только без горошка и вместо соленого огурчика свежий назовем оливье свежий оливье я в таких салатах люблю соленые огурчики маринованные квашеные но у меня нет у меня их нет хорошо хоть свежие есть и то ладно и короче что хотела сказать Лена целыми днями рисует рисует вот нарисуется уже ой сегодня новости что в обед посмотрели говорят что учебный год планирует окончить первого серпня серпинцы шоу у нас июль что ли первого июля планирует закончить обалдеть а и у учеников блин какого четвертого по какой-то класс по-моему ой я не помню ну я знаю что короче в Ленном она сейчас шестом у шестых классов не будет этой самой ну аттестацию отменяют прикольно классно ну Лена обрадовалась поэтому я говорю классно а я свое ребенка поддерживаю так ну хватит наверное огурчика я переживаю что колбасы не могу а огурцы конечно такие водянистые ну они же тепличные еще никакие водянистые так ну давайте лук о у меня еще укроп есть вот зелень не нужно этим ножом резать поэтому надо вот этот нарежем лук чирок зеленый и у меня еще есть укроп так с укропом вообще будет как Коля говорит бомба граната ё-моё так так лук пошел тут еще такая мисочка приличная вам скажу салата получается и теперь нарезаем яйца быстренько раз 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 и готово быстренько да мамка метеор ласа сидит ждет а вдруг какой-то кусочек упадет желательно колбаски да прямо в ротик чего ты смотришь сидит под ногами пасет пасет ситуацию у мамы просто очень часто все со стола падает из-за того что мама метеор делает все быстро и летит все в разные стороны в том числе и на пол и ласка тут постоянно сидит то и дело чего-нибудь ловит или мама просто так бывает кинет что-нибудь режет режет и кидает ласочка вот можно ей огурчик кинуть она любит огурчик ой на на тебе огурчика мамина девочка кушай моя хорошая она любит свежие огурчики у нас она любит кукурузку она любит дыньку такая кошка у нас ой бульон кипит сильно кошка у нас вегетарианка любит любит все такое кушать фу ребята ребята вот полдня проводится на кухне да прикиньте не так у всех и всегда ой что-то новости сегодня смотрели и показывают что вот эти вот многие кафешки переквалифицировались в эти вот по доставке еды и доставляют обеды то есть все блин мне кажется сейчас как раз такое время когда много сидят на карантине ну если они заказывают обеды да эти значит наверное у них деньги есть соответственно мне кажется как раз посвятили бы это время какой-то приготовлению домашней еды что-то сами бы приготовили ну мне так кажется не знаю хотя каждому свое кто-то до такой степени привык да к такой жизни вот каждый день по кафешкам там каким-то там кушать обеды и ужины в кафешках на такой степени видимо привыкли что для них это очень тяжело нынешняя вот эта вот ситуация есть и такие то есть кто к чему привык но по-любому каждый по той или иной причине сейчас испытывает в связи с ситуацией испытывает дискомфорт так дальше дальше я беру укроп он конечно еще подвял ничего страшного вот ну он подвялый пожелтел но ничего помоем 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 встряхнем и нарежем блин еще я хочу сюда немножко лука репчатого я люблю остроту лука в салате а этого зеленого что я добавила недостаточно а ну-ка нет у меня гусенчика может не приедено нету нету совсем чуть-чуть ну в принципе хватит смотрите немножко у меня лука есть не добавлю чуть-чуть чуть-чуть ой ребят а так чё и даже честно нечего рассказать дома сидишь блин продажи сейчас упали наши интернет продажи и причем конкретно как бы сильно этим заниматься сейчас выкладывать новые объявления товара ковалом а есть ли смысл не знаю выкладывать потому что люди видите ну переживают что будет дальше одежда одежда перешла на второй план на первом месте еда потому что как прокормить свою семью своих детей это естественно и грош цена всей этой одежде в таких ситуациях понимаете вот поэтому вот так вот одной работы нет сейчас вторая она нет сошла ну вот так вот у всех представьте есть два члена семьи да это еще в лучшем случае если одного сократили да вот не нужно он сейчас вот как позакрывали да всякие магазины куча всяких предпринимателей пошли по домам так сейчас не отвлекаться соль добавлю вот в лучшем случае один член семьи потерял работу а представьте если два сразу и жена и муж это вообще капец хорошо если есть хоть какой-то запас каких-то денег чтобы даже накупиться тем же продуктом а нету да ну вообще конечно сейчас время очень и очень тяжелое так я беру майонез манонез и добавляю сюда он тут тоненькая дырочка мне придется долго его вот это вот поливать видите тонкая 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 ой немножко мимо немножко добавляем майонез так хорош перемешиваем и посмотрим что у нас получилось вполне себе нормальный смотрите салатик получается сейчас перемешаем короче время такое сейчас ребятки дай бог чтобы скорее все это закончили вы говорите а юля там некоторые пишут тему тему заводишь а о чем сейчас все об этом говорят все сидят дома все в шоке из-за потерянной работы кто-то в шоке из там этих продуктов что цены подняли то есть все как бы находятся в стрессовой ситуации а о чем не говорит естественно я тоже переживаю конечно сильно там не заморачиваясь новости смотреть чтобы себя не накручивать но все равно раз в день мы новости смотрим обязательно хотя бы знать картину сколько заборглевших и что в соседних странах происходит потому что есть такие люди вот я смотрю некоторых блогеров не буду называть так самое говорят вот главное что у нас а Италия мол пофиг там им пишут а что ж этот сам посмотрите в Италии люди умирают посмотрите что творится они там а пофиг ну типа ну не то что так им и надо а вот ну по барабану главное чтобы у нас не было знаете как вот эта моя хата с края ну как они что не люди конечно приезжаешь за каждый народ за каждого переживаешь мы все соседи мы все живем на одной планете ну нельзя я не знаю это я не понимаю когда так говорят поэтому я к тому что мы новости смотрим и в других странах что происходит в той же Германии Италии Испании и у нас очень много подписчиков оттуда с этих стран за каждого за каждого просто переживаешь блин и уже честно вот с Италии у нас есть подписчики бывает долго вот комментарии сейчас не пишут ну пропали нету понятно может там перестали смотреть или еще не до этого там еще еще и блин ну честно уже переживаешь чтоб не дай бог что-то с человеком не случилось и ждешь пока человек напишет поэтому все кто у нас из Италии пишите хотя бы иногда просто там привет и все чтоб я знала что с вами все в порядке потому что честно блин ну переживаю не могу так все я перемешала смотрите нормальный салатик получился сейчас я попробую мне ложку побольше я попробую вот так вот так обалденно просто все в холодильник огурчик еще остался на бутербродик или на маленькую тарелочку какого-нибудь другого салатика так холодильник едет миска с салатом ну реально вкусно все сейчас я тут быстренько убираю конечно вам не показала как огречка как огречка да по-моему не показала она уже остыла вот такая гречка с курочкой красота ну конечно красота все есть порядок тадам мать тададам у нас ужин он самый да ужин ребята еще показываю гречечка гречечка салатик ну можно назвать оливьешка у папы макароны с много-много подливки иначе он макаронки так не ест и бризолечки хлеба два кусочка всего лишь и чай у тебя чая нет нет ну у тебя чай у тебя есть а ты у меня хлебнешь да нет не буду я хлебать у тебя чай не я не хочу если у меня будет чай я захочу что-то сладкого и так поздно ужинаем и ужин сытный и так салат как майонеза и так вот и посмотрим колю олю шаповалову колю олю шаповалову шаповаловых досмотрим сейчас они не досмотрели и все и день прошел вот так вот каждый день одно и то же и кисика кисика ласка кисика девочка хорошая девочка милая 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 девчонка усаток у нее усы огромные красота она просто завидная невеста невеста да у нее еще милоты нету да март месяц у нас у нее милоты нет а у нее милота началась кстати когда мы в феврале к шаповаловым ездили да да мы когда уезжали у нее начиналось но мы когда приехали ничего нормально все быстро кончилось отмелотилось без нас да и все так ребятки ну все будем и кушать с вами прощаемся всем спасибо пишите комментарии ставьте лайки пальчики вверх под видео и подписывайтесь на канал все до завтра пока 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 пока